Ирина Фурдик, пятикратная чемпионка России по тяжелой атлетике, серебряный и бронзовый призер первенства Европы. Настоящая гордость Ленинского городского округа. С летней спартакиады привезла очередную награду. Выступили пять подходов из шести. Это хороший результат. Конечно, в идеале было бы шесть из шести, но маленькая техническая ошибка не позволила. Кстати, вот эти два килограмма, которые я не подняла в рывке, я их и проиграла в сумме двоеборья. Поэтому осталось на втором месте. Спортсмены Видновского клуба по тяжелой атлетике «Богатырь» после долгого перерыва, связанного с пандемией, постепенно возвращаются к привычному графику и стараются не пропускать ни одного турнира. Как и у всех, в прошлый год карантин нас очень сильно выбил, так как мы три месяца занимались дома. Дома – это пустая штанга. После этого вышли и очень тяжело восстанавливались. Ну, справились через боль, терпение. Справились. На соревнованиях в Анапе показала блестящие результаты младшая сестра Ирины – Александра Фурдик. Первое место по результатам в рывке и в толчке по сумме двоеборья. Несмотря на юный возраст, Александра уже несколько раз становилась призером чемпионата России и даже установила рекорд в рывке среди девушек до 17 лет, который до сих пор не побит. Сестры признаются, чтобы показать высокий результат на спартакиаде, приходилось очень много времени уделять тренировкам. Подготовка была очень тяжелая. У меня было три старта подряд. Это в начале июня, в начале июля и вот конец июля у меня третий старт. Очень тяжело было в том плане, что приезжаешь к соревнованиям, проходит восстановительная неделя и дальше очень мало времени для того, чтобы именно потренироваться, войти в режим. До Анапы девушки успели принять участие еще в нескольких первенствах. Было первенство Московской области, которое проходило в Орехово-Зуево. Там надо было выигрывать соревнования и ты попадал в команду в 10 лучших спортсменов, которые ехали лишь на финал. Несмотря на богатый урожай наград, видновские тяжелоатлетки останавливаться на достигнутом не собираются. Ирина и Александра прошли отбор на первенство Европы, которое состоится в Финляндии. Спортсменки уже отправились на сборы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ.